Как рассказала главная медсестра Вулканерской районной больницы Оксана Радукана, речь идёт о медицинских кроватях, кушетках, стульях, шкафах, одеялах, постельном белье и консервах. Мы с большим нетерпением ждали этот дар. И мы очень нуждаемся. Почему? Потому что больные, находясь в стационаре, должны находиться в очень комфортных условиях. И благодаря тому, что мы сегодня получили, это всё облегчит как работу персонала, так и пребывания больных на наших койках. Помощь, оказанная Вулканерской районной больнице, своевременная и очень нужна, отмечают пациенты. Радость, потому что уже застарела и всё. Благодарим вас. Спасибо огромное всем, кто помогает нам и лечит нас. Радость, спасибо большое, кто отправил, кто привёз. За всё большое спасибо. Сейчас условия, слава Богу. Раньше было очень страшно. Сейчас всё хорошо, чтобы лечение помогло. В свою очередь, основатель Народного антикризисного штаба Виктор Петров поблагодарил медицинский персонал больницы за преданность профессии, за самоотдачу, а также подтвердил намерения штаба и в будущем всесторонне поддерживать систему здравоохранения. Такая помощь оказывается практически всем больницам и медицинским учреждениям по оттоку Гаузия без исключения. Мы хотим, чтобы наши больницы тоже были на уровне. Работали и будем работать в этом направлении, чтобы модифицировать и облегчить нашим медсотрудникам жизнь и работу. С начала работы Народный антикризисный штаб оказал помощь 9 тысячам жителей Молдовы, среди которых многодетные семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями, которые получили на безвозмездной основе продуктовые наборы, одежду, обувь и игрушки. Марина Топал, Григорий Ставилов, Артём Топал. Новости ГРТ.